Девушки отдыхают Ее копировали многократно и безуспешно. Она была неуловима, даже отдаленным подобием не возникала на чужом полотне, оставалась верной своему создателю. Ее пытались разъять на части, отобрать и повторить хотя бы вечную улыбку. Но на картинах учеников и последователей улыбка выцветала, становилась фальшивой, погибала, как существо, заточенное в неволю. Такие эпитеты, как сверхъестественны, загадочны, неизбежны, когда говорят о Джоконде. Да и сама женщина, спокойно сидящая в кресле на фоне фантастического пейзажа, незнакомка. До сих пор неизвестно, перед нами портрет 26-летней жительницы Флоренции Монне Лиза Герардини или нет. А ее портрет и портрет мужа, который якобы тоже написал Леонардо да Винчи, невозвратно утерян. Называются другие имена, женщин просвещенных и именитых, известных своей эпохи, но называются недоказательно. У скромно одетой женщины, изображенной на портрете, спокойный, притягивающий взгляд, убегающая и вновь возникающая улыбка. Голова покрыта тончайшей вдовью-вуалью. Чудесные, мягкие, удивительно женственные руки замыкают фигуру. Она некрасива и в то же время прекрасна. Она печалится, но не страдает. Ее взгляд проникает в вашу душу и сердце, и вы не понимаете, сопротивляться или радоваться. Жаконда смотрит стихим, лукавым, сожалеющим торжеством, словно уверена заранее, вы не устоите перед ее умом и обаянием. Вы обязаны понять возвышенную печаль или изысканную утонченность ее души. Она многолика. Запомнить ее, унести в памяти невозможно. Остается только одно единственное впечатление. «На каждое свидание она приходит иной, в зависимости от вашего и ее настроения. Перед вами живой портрет». О том писал еще Джорджа Вазари, видевший картину в ее первозданной красе. «В этом лице глаза обладали тем блеском и той влажностью, какие мы видим в живом человеке. Всякий, кто внимательнейшим образом вглядывался в душку шеи, видел в ней биение пульса. С той поры картина потемнела и покрыла сетью трещинок, но по-прежнему во внимательных глазах пульсирует жизнь и не исчезает улыбка». Существует предположение, что в Джоконде художник запечатлел свое душевное состояние, свою идею, свое мировосприятие. Ее высокий, чуть сдавленный лоб, увеличенный почти полным отсутствием бровей, называют лбом да винчи. Конечно, художник задавался вопросом, проявляется ли сознание в движениях. И как будто он сказал портретом, «Я не тот, за кого себя выдаю. Вот какой он я, настоящий». Он обращался прежде всего к современникам, о которых сказал слова, столь язвительные и резкие. «Эти люди, наряженные в дорогие одежды и украшенные драгоценностями, обязаны природе слишком малым, ибо только потому, что они имеют счастье носить одежду, их можно отличить от стада животных». Гений да винчи называли легким и подвижным, а жизнь неуловимой. Подвижным – да, легким – вряд ли, иначе исключительно могучий организм не сдался бы столь быстро в борьбе с болезнями. А неуловимой свою жизнь он сделал сам. Вечным странником скитался в поисках теплого угла, часто менял покровителей, зная их ненадежную устойчивость и не видя существенной разницы, искал лишь верного укрытия для работы. С ним – слуга, два ученика, холсты до библиотека, состоящая из 30 любимых книг. Его жизнь не омрачалась нечестными поступками, как и не отличалась поступками героическими. Он не был революционером, не протестовал, не восставал, стремился обеспечить свою старость, в чем не очень-то преуспел. Но вся его деятельность, подвижническая работа, даже сам факт существования, несли в себе революционное начало. Он постоянно рождал новое, неведомое, несущее дух переустройства. Его называли великим магом XVI века, а он провозглашал, «О, удивительная, изумительная необходимость! Ты заставляешь своими законами все действия проистекать кратчайшими путями из их причин. Вот настоящие чудеса!» Несмотря на свою придворную жизнь, великий художник любил и ценил свободу. Он покупал на рынке птиц, дабы выпустить их из клетки на волю. А что касается работы, когда это казалось ему необходимым, то, по свидетельству Банделла, от восхода солнца до темного вечера не выпускал из рук кисти. Потому, может быть, и представляется, что звучит в джаконде отчуждающая нота. Кажется, что эта женщина все о вас знает. Она безжалостной истины предстает перед вами, вызывает волнение и заставляет глубоко задуматься о себе, о своем бытии. Гордой отстраненностью она вас словно бы останавливает. Никто из живописцев не достигал такого мастерства в передаче эмоционального мира человека. В Азаре рассказывает, что во время изнуряющих сеансов Леонардо да Винчи приглашал музыканта. И тихая, ласковая музыка услаждала слух модели, облегчала ей труд неустанного позирования, а по мнению иных и освобождала от мыслей суетных, мимолетных, погружала в мир размышлений, больших и глубоких чувств. Возможно, что он любил женщину, изображенную на портрете, не расставался с Джокондой, как с желанным детищем. А возможно, произведение позволяло воспитывать себя, совершенствовать до бесконечности, могло расти вместе с ним, впитывая целые миры идей. В картине отразились вера и сомнения, скепсис и раздумья об истротечности жизни. Картина далеко ушла от юности Леонардо да Винчи. В ней нет следов безоблачного оптимизма. Была ли таковой его модель на самом деле? Надежда раскрыть эту загадку, увы, утеряна. Ее называли сфинксом, замечали в ней тайну сдержанного сердца. Но тайна сдержанного сердца – скорее вся жизнь художника. А странная ясность взгляда может быть обращением в будущее, через отмевающие фигуры, через эпохи. Может, и потому художник не расставался с портретом, Берег его, как зеницу ока, как надежду, свое кредо, как письмена к нам, ныне живущим. Ко времени написания портрета Леонардо да Винчи уже носил титул отца, князя и первого из всех живописцев. Мастер перешагнул 50-летний рубеж. Написал портреты Цицилии Галерани, Изабеллы Десте, Лукреции Кривелли. Знаменитую тайную вечерю, которую французский король все порывался содрать со стены и увезти. Создал изумительного коня, статую Франческо Сфорца. Совершил много изысканий и явил себя в Джаконде великим мастером дымчатой светописи с Фумата, чтобы тени и свет сливались без линий и контуров. Когда смотришь на Джаконду, глаз не ранится о грубый мазок или зазубрену линии. Благодаря нежнейшим теням все словно движется и пульсирует, меняя очертания в зависимости от движения, символ непрерывности жизни. После кончины Леонардо да Винчи картину продали французскому королю за 4000 дукатов. Сейчас ее оценивают в 50 миллиардов старых франков. Но по существу же она цены не имеет. Торговать Джакондой все равно, что торговать атмосферой. Субтитры создавал DimaTorzok